всем доброго времени суток дорогие друзья совсем недавно я стал обладателем очень хорошие вещи это твердотельный накопитель ssd формата m2 или nvme от фирмы от дата а если быть точнее то sx 8200 pro xpg я не знаю это у них линейка так называется и что не разбирался ну в общем то купил я твердотельный накопитель на 1 терабайт здесь у нас 3d нант память nvme 1.3 формат slc имеется advanced ld pc там что-то какая-то фигня да и хитинг в общем современный ssd накопитель который поддерживает кстати форматы пися экспресс 3 и пися экспресс 4 поэтому если у вас пися экспресс 4 как у меня на платформе md это можете не переживать он тоже будет там работать и скорость а будут немножко выше чем на пися экспресс 3 но к слову о к скоростях они немножко все же отличаются от заявленных производителем у нас заявляет здесь скоростя 3500 мегабайт по моему на чтение и 3000 на запись так а производителем здесь знаешь заявляет твердотельный накопитель sx 8 200 pro 2 2280 на сегодняшний день самый скоростной из твердотельных накопителей xpg предназначены для любителей пк геймеров и поклонников разгона системы он характеризуется сверх скоростным интерфейсом pc и ген 3 на 4 который обеспечивает устройство работу на максимальной скорости чтения записи 3500 3000 мегабит в секунду и значительно превосходит по скорости sata 6 гигабит в секунду отвечающий стандарту nvme 1.3 мне sex 82 2 0 про обеспечивает превосходную скорость производительного на произвольного чтения записи и возможность выполнения языческих задач одновременно благодаря реализации динамического киширования типа slc кэш буфера дирам защиты данных и тюе и лды короче понятном понты пошли устройство обеспечит высокую скорость и защиту данных даже в условиях интенсивные нагрузки такое воспроизведение игр и выполнения разгона системы скоростной интерфейс у нас течение запись 3500 3000 мегабит поддержка nvme 1.3 флеш память 3d nando нового поколения повышенная емкость прочность и энергоэффективность форм-фактор м2 поддержка настольных пк и ноутбуков с новейшим с новейшими платформами intel и амд создана для искушенных геймеров любителей пока поклонников разгона системы и специалистов по визуальному представлению данных а я значит у нас получается искушенный значит пользователь на который приобрел себе от нефиг делок вот этот вот накопитель приобрел потому что захотелось скоростей побольше так как я тоже работаю садов премьер он у меня кстати а где он у меня установлена у меня по-моему на интеле установлен все даже запущу как видите запускается все довольно быстро местоположение документы да он у меня на диске intel находится и это я вам сейчас показываю как он запускается именно на вот этому диске потому что под систему у меня состоит ssd 6 от intel от intel от intel он у нас маркируется среди intel 660 писарес так и стоит он сейчас 1825 гривен но это приблизительно около где-то в 80 долларов примерно но об этом постараюсь и не забуду конечно ценник выведу на экране вот а а дата у нас стоит 1880 гривен чуть чуть дороже но скорость намного выше потому что intel здесь 1000 мегабайт скорость записи и скорость считывания 1500 мегабайт в секунду а здесь как мы видим две триста и три пятьсот это кстати реальная ну как реально почти я производил собственные замеры и у меня как раз получилась скорость записи 2 там 200 по моему 2 300 и три тысячи 200 мегабайт чтения было так что в принципе в принципе в принципе то что здесь заявлено этой скорости реальные вот это для 512 мегабайт для 1 терабайта здесь кстати написано сейчас посмотрим на 2 терабайта даже есть 2 терабайта дороговато вот на 1 терабайт у нас 3000 ну здесь пишут три тысячи 3500 но это нереалистичные цифры потому что они немножко меньше но все равно при допустим той же емкости на 512 гигабайт от а дата ssd накопитель выглядит гораздо более привлекательно чем от intel потому что на интеле скорость а меньше а цена та же поэтому гораздо выгоднее брать сейчас этот накопитель чем этот накопитель вот а что касается до этого какой у меня накопитель стоял под файловую помойку и для работы у меня стоял сегейт барракуда на 2 терабайта принципе это неплохой hdd накопитель на 2 таре не вот и цена на него была приемлемая на тот момент когда его брал он стоит это 2000 гривен это приблизительно те же 80 баксов 80-90 около того вот скорость сечения записи кстати просто блин на обалденная кстати по поводу hdd такого даже от них не ожидал вот что значит современные жесткий накопитель на hdd тут до 200 мегабайт скорость сечения и записи это очень хорошо очень хорошо но тем не менее все равно система с ним вернее система программы которые были здесь установлены игры здесь были установлены они работали медленно поэтому я решил прикупиться вот таким вот ssd накопителем от xpg вернее от адата сейчас начнут в комментариях писать ты блин не долбаный как ты вообще произносишь xp там как ты знаешь пошло я блин не знаток английского поэтому сразу предупреждаю как 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 читаю так и говорю вот единственно что могут произнести правильно sx 82 00 про вот и блин надо же показать вам еще картиночку где делал тест этого накопителя как только он был установлен я туда же некоторые вещи что-то перекинул ну вот и там реальные показатели именно на моей системе сейчас вот постараюсь вот сейчас должна быть картинка с показателями раз и готова и переходя к итоговым заключением сразу конечно же могу сказать что это очень производительный ssd накопитель с хорошей ценой блин в одну и ту же цену что и intel но блин тогда когда я покупал я этот в продаже и не видел как бы вот а intel был по по цене очень привлекательным и скоростя у него были хорошие покупал его где-то наверное а когда же упакован давненько покупал больше полугода точно прошло это блин как сразу могу сказать что стоит уже давно у меня вот и на тот момент когда я убрал он был самый выгодный и по цене и по скоростям а сейчас появился вот этот поэтому сейчас самый выгодный от отдата sx8 200 pro так что если будете брать уберите обязательно этот на 512 гигабайт можете взять и под систему вам хватит за головой под какие-нибудь еще требовательные игры онлайн шутеры то есть этого диска хватит за глаза если хотите брать его под файловую помойку ну или просто под игры допустим вы уже взяли себе под систему какой-нибудь ssd на у вас стоит и у вас сейчас есть необходимость взять что-нибудь побыстрее чем ваш какой-нибудь hdd поэтому вот этот вот на 1 терабайт самый выгодный на сегодня на сегодняшний день вариант можно конечно еще дешевле найти есть по моему отведи black серия там какая-то я смотрел он тоже около там я короче браут за 3300 гривен в общем заставка мне обошелся 3 400 с копейками а вот веди по моему где-то тоже в районе 3000 гривен там было 3 с копейками тоже там было вот но я решил взять этот потому что скоростя все-таки здесь выше вот веди black там на 100 200 мегабайт скоростя меньше и я счел этот более выгодным и сразу хочу сказать по работе блин все запускается намного быстрее чем у меня было допустим даже чем на intel и игры те же запускаются и грузится никаких фрезов хотя в принципе как никаких фрезов тот же pabji блин я не знаю на каком железе он не должен фризить потому что он первоначально работает нормально а потом где-то в середине катки то ли что-то прогружается то ли что-то я не знаю что там происходит ну там недолго в принципе секунд 34 может до пяти фрезы на потом опять все нормально то есть это были на особенности игры такая но запускаться все стало гораздо быстрее даже быстрее чем на intel и но это и неудивительно потому что скорость выше так что если надумаете брать этот ssd-шник можете смело его брать и не переживать что вам не подойдет потому что он подходит по третье поколение писать экспресс и вот ой все разъем да или писать и ну как правильно я хрен узнает опять оговорюсь потому что я не знаю блин англия не знаю только английского и не филолог поэтому по третье четвертое поколение вам подойдет так что если надумаете брать обязательно рекомендую к покупке как говорится уже сам протестировал сам прогонял и вполне доволен этим ssd накопителем так что подписываемся на канал дорогие друзья прожимаем лайк если вам понравилось видео все но для вас было информативным и полезным всем спасибо за просмотр пока